Здравствуйте! Рост цен на нефть на 4% до 40 долларов 67 центов за баррель в течение суток провоцирует укрепление рубля. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 67 рублей 46 копеек, курс евро 76 рублей 68 копеек, золото стоит 2697 рублей за грамм, серебро стоит 33 рубля 17 копеек за грамм. Участники рынка разделились во мнениях. Одни говорят, что надо ориентироваться на встречу ОПЕК в ДОХе, другие говорят, что надо смотреть в сторону США с ее запасами и сланцевой добычей. В общем, от кого-то из них будет зависеть дальнейшие нефтяные перспективы и курс рубля. А пока идет спор в высших сферах экономики. В Самаре лишен лицензии уже шестой банк за последние два с половиной года. Центробанк отозвал лицензию у ФИА банка. Своё решение регулятор мотивирует тем, что банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Также у банка объем собственных средств ниже 2%. Санация банка не ожидается, так как по оценкам ЦБ это слишком дорого и нецелесообразно. Пенсионный фонд сообщает, все граждане, получавшие пенсии и социальные выплаты через ФИА банк, получат причитающиеся им суммы через отделение Почты России по месту жительства в период с 15 по 25 апреля. Для смены организации доставщика нужно обратиться в управление ПФР по месту получения пенсии или социальной выплаты и оформить соответствующее заявление. По вопросам обращаться по телефону горячей линии отделения ПФР по Самарской области 242-37-27. Выплаты вкладчикам начнутся в конце апреля. Деньги в полном объеме вернут всем, кто имел вклад не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. На сегодня это все. Хороших выходных!